Не пройдя весь процесс обучения от начала до конца, невозможно в полной мере овладеть техникой самообороны и применять ее практически на уровне рефлексов. Тем не менее, одно только усердие и активные тренировки не приведут к качественному овладению техникой. Наставление неквалифицированного или безграмотного инструктора хуже, чем отсутствие инструктора вообще. Движение, не основанное на научной базе, не только характеризуется низкой эффективностью, но и требует значительных усилий для переучивания в дальнейшем. Это хорошо понимают в Академии спортивных и прикладных единоборств. Одно из самых активных организаций пропагандистов спортивных единоборств и боевых искусств в России. Соревнования в тейквондо – это нечто большее, чем просто состязание в силе и технике. Это эстетическая демонстрация боевого искусства. Несомненно, существует своя прелесть в агрессивном и в то же время контролируемом спарринге, четко выполняемых тулях, завораживающих ударах в прыжке, разбивании предметов. Помимо содержательной стороны, важен царящий во время соревнований дух, когда спортсмены имеют возможность обмениваться. Комплексы упражнений, которые в карате называются «кота», это сбивают доски ногами в прыжке. Соревнования, спарринг, стенка на стенку, командные тульги, пять человек делают синхронно, его командная спецтехника, командное силовое разбивание. Там, где у нас каждый участник делает один из видов. На самом деле, в Тайквондо проблем несколько больше. Но самое главное остается разобщенность. Еще в 1972 году, когда генерал Чой Хон Хи в рамках турны по Юго-Восточной Азии посетил Северную Корею, власти Южной Кореи посчитали это изменой. Генерал вынужден был эмигрировать в Канаду, куда перенесся штаб-квартиру Тайквондо ITF. А в Южной Корее была создана своя федерация – Тайквондо ВТФ с измененным стилем единоборства. В 2002 году, после смерти генерала Чой Хон Хи, невзирая на то, что он в своем завещании однозначно назвал своего преемника, произошел раскол уже внутри федерации Тайквондо ITF. И теперь в результате этого проводятся по два чемпионата Европы и мира по Тайквондо ITF. Не просто складывается судьба Тайквондо и как олимпийского вида спорта. В июле этого года на сессии МОК, к радости всех поклонников, был положительно решен вопрос. Надеемся, что Тайквондо будет по-прежнему видом спорта популярным. Занимается им на сегодняшний день более 40 миллионов человек на земном шаре. Наша федерация объединяет 117 стран. В России это 46 регионов. Это тоже более 3 миллионов занимающихся детей, взрослых. Но вот люди, которые занимаются и для здоровья, и для спорта. У нас подготовлено за эти годы 13 заслуженных мастеров спорта, 8 заслуженных тренеров России. То есть вид спорта развивается, вид спорта перспективный, вид спорта интересный. Мечтая о едином Тайквондо, как объединении своей страны, генерал Чой Хон Хи говорил. Моя сокровенная мечта, чтобы Тайквондо сохранила свою оригинальную концепцию и технику. Я искренне надеюсь, что нацеленность Тайквондо на развитие здорового тела и духа будет способствовать прогрессу многих грядущих поколений человечества. Меня приводит в отчаяние тот образ Тайквондо, недавно созданный так называемый «занимающимся Тайквондо», который на самом деле с этим видом спорта не имеет ничего общего, кроме позаимствованного имени боевого искусства. Но я успокаиваю себя следующими рассуждениями. Подобно тому, как поддельный алмаз не может разрезать стекло, псевдо Тайквондо не несет в себе содержание. Подобно летнему дождю, быстро испаряющемуся с поверхности земли, или урагану, быстро обрушивающемуся с неба, имитаторы Тайквондо не должны существовать долго. Они существуют только благодаря силе политического влияния, ибо лишены какой-либо философской основы и базирующейся на логике техники. А раз так, они просто обречены на скорое вымирание. Пока же они существуют, наша задача научиться отличать истину от лжи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok